Владимир Владимирович, дорогой, прежде всего, позвольте мне от имени моих коллег, кто здесь и кто занят на подготовке, сердечно поздравить вас с переизбранием. Мы рады тому, что космонавтика в вашем лице получит большую поддержку. И мы рады тому, что и программа Луны, и программа освоения дальнего космоса, в первую очередь, Марс, с вашей помощью, мы потихоньку будем туда прокладывать дорогу. О главном сегодня расскажу вам я, Никита Корзу. Он 12 апреля, День космонавтики, по-моему, стал каким-то, безусловно, народным праздником. Ну, как День Победы, если это сравнение вообще уместно. Он ушел в народ, вспомнить хотя бы многочисленные граффити, он отмечается официально, о чем напоминают билборды вдоль дорог. Признайтесь, вы чувствуете в сердце какую-то детскую радость в виде улыбка Гагарина. Вспоминаю, что этот парень рискнул 57 лет назад сесть на бочку с керосином, если все примитивно совсем упростить, и отправиться в совершенно неизведанное путешествие. Вроде бы так давно, мы так привыкли к полетам в космос, что сейчас даже навскидку не назовем, кто там летает. Но если вдуматься, как все это хрупко, как это сложно, как опасное и непредсказуемое мироздание, в которое раз в полгода вслед за Гагарином отправляются русские космонавты, чтобы сделать все это невероятное пространство вокруг нас понятней и ближе. Мы не знаем, кто там и зачем летает, но ведь каждый из них в сущности кто-то вроде Колумба, отправившегося на поиски Индии и нашедшего Америку. Каждый из них рискует жизнью, чтобы понять, что вообще происходит, кто мы и откуда. Несколько лет назад гавайский астроном Брэнд Талли сделал модель нашей Вселенной. Вот она, Ланиакея. В переводе с гавайского «необъятные небеса» каждая светящаяся точка — это галактика наподобие нашего, Млечного Пути, с триллионами звезд и миллиардами-миллиардами планет, с непознанным центром, который ученые назвали «великим аттрактором». Конечно, не нам, но, возможно, нашим детям предстоит узнать, что все это значит. Владимир Путин сегодня встречался с космонавтами в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ и обсудил полеты дальше околоземной орбиты. Сначала на Луну, а потом и на Марс. Пионеры изучения Вселенной заверили, что не подкачают. А мы будем стараться, ребята, вы что молчите? Да, Владимир Владимирович, ну, судя по вашим словам, мы полетим на Луну, верно? Да, ну, вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года, но первая, в целом, вообще ее часть. Так что вот уже заканчивается работа над созданием корабля «Федерация» и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет. Будем активно работать и будем эту программу осуществлять. Сначала полулунную орбиту, облеты и станции там должны быть сдаваться на лунной орбите. Сначала станция, а потом уже модули на самой Луне. Ну, по-всему, это так планируется. Надеюсь, что так оно и будет. Не сомневаюсь. Жаль, что в году так быстро родится. Вы на Луну хотите? Нет, мы договаривались с Сергеем Павловичем. На Марс сложный. Марс. Это надо просто осознать. Техника готова, и траектория полета рассчитана. Просто мы постоянно отвлекаемся на свою мышиную возню, забываем про жажду приключений и дух познания окружающего мира, который не ослабевал у древних, начиная от викингов и египтяна, заканчивая баренцем и крузенштерном. Луна и Марс ждут.